МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, Илью, наверное, представлять не надо, поскольку мы знакомы давно с ним, и телезрители наши также знакомы давно, грядет 14-я ултаймер-галерея. 14-й раз, учитывая, что проводится она два раза в год. И что вот нового будет показано в этот раз? Я думаю, что об экспонатах мы поговорим подробно. Я хочу вначале сказать о том принципиально новом, что мы на эту выставку, кроме экспонатов, вводим. Например, впервые на нашей выставке можно прийти, заказать экскурсию по выставке. Да, я видел это на сайте, кстати. Вот я хочу просто именно это произнести сразу, потому что, может быть, будут какие-то вопросы. Мы делаем это первый раз в качестве эксперимента. Хотим попробовать, как это получится. Но мне кажется, что это на другой немножко уровень поднимает восприятие выставки людьми, которые не настолько в теме, чтобы ходить, допустим, со своим ребенком и рассказывать ему. Есть и такие люди, таких много. И это, может быть, большинство посетителей выставки. Те, кто про каждый экспонат сами могут очень много рассказать. Но все-таки не все посетители могут вот так владеть темой. И я знаю, что многие люди приходят на выставку и теряются, потому что красивые машины, информацию не всегда выставляют реставраторы или коллекционеры или владельцы рядом с автомобилем. И люди иногда теряются. Из-за этого даже иногда создается у некоторых ощущение, что эти машины они уже видели в прошлый раз. И, как сказал один приятель, у нас не настолько люди хорошо разбираются, особенно в зарубежной технике. Если поставить на одну выставку, скажем, Бугатти 1936 года, а на следующую выставку Альфа-Ромео 1937 года, то скажут, что это то же самое, особенно если они приблизительно одинаково покрашены, например. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы на выставке люди могли, чтобы не только специалисты могли приходить на выставку, чтобы на выставку приходили с семьями, чтобы на ултаймер-галереи могли провести с удовольствием весь день. И мужчины больше автомобилями заниматься, развлекаться. А для дам есть специальные разделы, где есть и винтажные одежды, и какие-то модные аксессуары, и всякие такие сувениры, штучки, которые... Вы знаете, из автомобильного отдела ни один настоящий мужчина не уйдет без покупки, хотя бы модельку купит. А вот из отдела одежды, винтажа, антиквариата ни одна дама, болеющая стариной, ностальгирующая, не уйдет без покупки. То есть, фактически, вы немножко перепрофилировали направление самой выставки в сторону, может быть, посетителя в большей степени. То есть, это уже не просто, вернее, не просто, а именно выставка. Как в любом музее ты можешь прийти, заказать экскурсию, либо купить, или взять, вернее, в аренду электронного... Пока у нас будет, вот первый раз у нас будут экскурсоводы. То есть, будут экскурсоводы, которые будут водить группы, рассказывать, но мы хотим попробовать, как это будет, насколько будет шумно в зале, будет ли слышно, количество людей в группе. Размер групп, кстати, тоже надо подумать. Мы хотим поэкспериментировать, попробовать, но в следующий раз, возможно, уже аудиогиды будем какие-то арендовать. Но это интересно, потому что действительно... Другой уровень, и мне самому интересно было бы вот это запустить и посмотреть, что из этого получится в результате. И уже сейчас любой желающий, в принципе, может заказать экскурсию, каждый час будет на выставке. А даже так? Да, да, да. Мы хотим... И, знаете, мы на сайте разместили вот эту информацию. Желающих довольно много, меня это радует. Посмотрим, что из этого получится. Ну, дай бог, чтобы получилось хорошо, потому что идея сама интересная. Да, это одно из наших начинаний. Еще тоже хочу громко и четко сказать, что на этой выставке и впредь теперь всегда ветераны Великой Отечественной войны будут проходить бесплатно. Ну, там еще и дети же у вас всегда проходили до семи лет, по-моему. Дети до семи лет, да. И ветераны войны бесплатно, потому что это не очень было просто решить, потому что не только мы отвечаем за эту ценовую политику и билетную политику, есть еще выставочный центр. Но, знаете, когда уже 65 лет прошло с победой, и люди, которым тогда было 20 лет, они уже возраста преклонного, мы должны успеть сделать для них все, что мы еще можем успеть. Ну, это самое важное, по большому счету. Ну, Илья, наверное, вас немножко оставим. Петр, к вам. Я, наверное, не буду лукавить, если скажу, потому что перед эфиром мне Илья раскрыл самую большую тайну, что у вас вы привозите на эту выставку уникальный «Москвич». Что это за машина? Это действительно очень интересная машина. Дело в том, что сейчас автомобилей этой модели практически не осталось. Это «Москвич 433», так называемый «Москвич-фургон». В свое время эти автомобили выпускались с 1966 года. Они выпускались в Москве, и небольшая партия была выпущена в Ижевске для перевозки народно-хозяйственных грузов в какие-то небольшие магазины, в какие-то, значит, там, для почтовой службы они использовались. С деревянным кузовом, простите. Нет, с деревянным кузовом – это «Москвич 400-420», более ранней модели. На его базе делалась машина с деревянным кузовом, так называемый «Буратино». А этот цель металлический. С деревянным кузовом тоже будет, но это уже не шаманского, да, будет на стенде стоять. Правильно, извините, перепутал, да. Извините. А эта машина цена тем, что так как в свое время все эти автомобили поступали у нас в государственные органы и в частные руки не продавались, то до наших дней они практически не сохранились. Мы даже делали в свое время выборку, сколько машин осталось в Москве. Порядка 30 автомобилей осталось в Москве. Причем, как показывает практика, эти автомобили, они реально не существуют. От них остались только документы и записи в каких-то неких базах данных. Когда мы искали ту машину, которая сейчас будет выставляться на выставке, для нас это было проблемой. Найти хороший автомобиль, который мы смогли бы отреставрировать, с тем, чтобы выставить на 14-й таймер-галерее. Мы, я надеюсь, с этой задачей справимся, оценивать будут участники и зрители. Спасибо, Петр. Прежде чем принять звонок, я хочу сказать, что вот этот комплект часов получит тот телезритель, кто задаст по итогам недели самый интересный вопрос. А теперь прямо сразу же есть у нас звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Сергей Короцемлянский. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, какой Mercedes-Benz считается самым труднодоставаемым или самым редким? И расскажите о нем. Это хороший вопрос. Он настолько в тему, потому что сейчас можно сказать, что, конечно, сложно сказать и, наверное, неправильно назвать какой-то один Mercedes, потому что у Mercedes такая обширная была линейка моделей и за сто с лишним лет производства было очень много жемчужин, очень много автомобилей-прототипов в единичном экземпляре выпускавшихся, очень много автомобилей редких, которые не дошли до нас, очень много автомобилей в заказных кузовах в единственном экземпляре выпускавшихся, очень много автомобилей, которые принадлежали каким-то выдающимся историческим личностям и в силу этого также неповторимы. Поэтому, конечно, было бы очень самонадеянно назвать какой-то один автомобиль, но я все-таки назову один. Но я имею на это право, потому что этот один будет стоять у нас на выставке. Один из редчайших Mercedes, один из тех автомобилей, про которых можно сказать, что он единственный в мире. Это Mercedes Stromlinen лимузин, 36-го года выпуска. Он интересен тем, что это машина на базе 290-го, одна из модификаций 290-го Mercedes, но с очень необычным кузовом. Этот кузов Stromlinen, это обтекаемый кузов, аэродинамический кузов, так можно перевести. Это Mercedes с аэродинамическим кузовом, такой каплевидной формы у него зад, сзади запаска под чехлом. Алюминиевым тоже, да. Ну, не алюминиевым, а металлическим. Колеса задние очень интересные, арки закрыты колпаками, больше, чем до половины колесо скрыто сверху колпаком. И вот этот Mercedes чудом сохранился, как и многие автомобили, которые к нам попадали сюда, либо как непрошенные гости во время войны, либо уже как трофеи после войны. Такая же судьба у этой машины. Его заездили, изъездили, и в начале 90-х годов он был просто обречен на то, чтобы погибнуть. Но совершенно случайно на него набрели реставраторы. Он попал в надежные руки, он попал в руки Владимира Кваши. Это реставрационная мастерская техноклассика. Володя специализируется именно на довоенных Мерседесах. Он на этом ни одну собаку съел. И он очень тщательно этот автомобиль реставрировал. Впервые этот Штром Линен был показан у нас на выставке в четвертом, наверное, году. Или в пятом, еще в Сокольниках. И он тогда был еще в виде совсем полуфабриката. Сейчас автомобиль будет в металле. Полностью в металле. Еще без салона. Не покрашенный и без салона. Но такова позиция Кваши. Он любит показывать автомобили в процессе. Потому, что ему нечего скрывать. Он может гордиться процессом тоже. Потому, что потом, когда автомобиль готов, покрашен, не всегда понятно, насколько честно он сделан. Как делают машины Кваша. Я знаю, когда делегация немцев осматривала очередной его шедевр. И просто посмотрев фотографии процесса реставрации этого автомобиля, задал вопрос. А зачем так сложно? Он сказал, мы иначе не умеем. Вот такой педантичный человек делает этот Мерседес. Поэтому повезло и Мерседесу, повезло и нам, что машина не погибла. Что она будет сделана в конце концов. Вот сейчас она уже на последней стадии. Я думаю, что весной, а следующая выставка будет в марте, Володя сможет ее показать уже во всей красе. И наверняка будет какая-то презентация. Наверняка из музея из Штутгарта приедут удивляться немцы. Потому, что в Штутгарте есть тоже штромлины. Но это другое. Вот что значит разные чуть-чуть кузова, разные модификации. Он немножко другой. Там другой двигатель. И там очень много в нюансах он различается. При этом они думали, что вот он у них единственный в мире. Оказалось, что есть такие два брата. Два брата, но не близнеца. Что интересно. И это, конечно, своего рода фурор. Для тех, кто понимает, что такая машина есть, это большое событие. То, что на такую машину можно прийти и посмотреть, это тоже очень здорово. И на это есть всего четыре дня. Потому, что в таком виде вы ее уже не увидите. Она уже будет готова. Ясно. Спасибо. У нас звоночек. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы слышите меня? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, во-первых, первый вопрос. Будет ли демонстрироваться выставка по вашему каналу? Это первый вопрос. Да, будет, естественно. Вот. И второй вопрос. Очень интересно. Будет ли у вас на выставке хоть один хорь? Что, простите, еще раз? Хорь. Хорь. Будет ли хорь. А, хорь. Понятно. Спасибо. Спасибо, да. Ну, я бы так сказал. Мы стремимся не повторяться. И уже хорошую коллекцию хорьков показывал Вячеслав Лен несколько раз. Тоже у него была такая машина и есть. И была, которую он от выставки к выставке показывал в процессе. Это 830-й хорь. Но мы не хотим, вернее, не то, чтобы мы не хотим как организаторы. Мы стремимся нашим участникам создать максимально благоприятные условия. Они показывают то, что им сейчас интересно, то, что им сейчас выгодно, то, что они хотят показать, чем они сейчас могут удивить. Они не любят повторяться, потому что... Собственно говоря, они этим владеют и им решают, что показать из них. У каждого из них есть в запасе много интересных экспонатов. И они стараются показывать разные экспонаты. Также две выставки назад была интересная коллекция хорьков, показанная музеем Задорожного. По-моему, стояло четыре. Машины самых разных. И лимузины, спортивные модификации, кабриолет. И, наверное, сейчас повторить то же самое было бы неинтересно. Но хорь будет на выставке. Хорь будет на стенде кузовной мануфактуры Александра Бушуева. Теперь так это называется. Раньше мы это знали как издательство ЦДТС. Всего лишь. Александр стал всерьез заниматься изготовлением кузовов для автомобилей киношных, прежде всего. Которые могут в процессе съемок биться, взрываться. И поэтому не надо к этому относиться как к реставрации. Это немножко другое направление. Но, тем не менее, интересно сравнить, что люди могут сделать. Насколько похоже могут воссоздать автомобиль. Соответственно, будет представлен хорь. Я сейчас затруднюсь модель точно назвать, чтобы не ошибиться. Но это военный большой армейский автомобиль. Я не помню, как он назывался. 1500-й или что-то. Какая-то у него индексация была очень своеобразная. Вот у него будут стоять Штейр и Хорьх рядом. Штейр 1500-й. Вот это, кстати, Штейр 1500-й. Да. И они будут в таком виде чуть-чуть разбитое стекло, чуть-чуть в грязи. Они как будто бы только приехали со съемок, на самом деле. Ну, как будто бы откуда-то там из тех мест, где их партизаны... Ну, я, кстати, где-то проанонсирую тоже. Где-то через месяц на канале будет специально, кстати, с ним Андрей Леонтьев снимал программу. То есть имитировались действия мародеров-солдат, которые ездили на этих автомобилях. Они стреляли. Хорьх этот разбивал кирпичные стены. То есть здесь важно очень показать то, что эти машины, да, они, самое главное, они повторяют детали, своими деталями оригинал. Но оригинал, который стоит сотни миллионов долларов, как бы никто разбивать, естественно, не будет. Еще, чем стенд Пушуева интересен, на стенде будет лично присутствовать наш выдающийся художник и дизайнер Александр Николаевич Захаров. Он будет раздавать автографы на своих книгах. У него юбилейный год, 60 лет ему исполняется, да, и в этом году. И, соответственно, вот присутствие такого человека на выставке рядом с такими автомобилями, которые он, кстати, пока еще не нарисовал. Он все-таки советские автомобили любит рисовать. Но вот можно будет подойти, пожать ему руку и спросить, почему он, не станет ли он теперь рисовать Хорьхи и Штейра. Я думаю, он очень удивится такого вопроса. Петр, вы заскучали? Несколько. Все равно, ну, слушайте, надо же и говорить. Давайте так. Вы, в принципе, известны тем, что, когда вы выставляете что-то, у вас очень интересные, реалистичные такие инсталляции. Вот мы говорили как раз про гараж с москвичом, кабриолетом. Мы говорили про конвейер газа, имитирующий конвейерную сборку побед. Там сходил кабриолет, по-моему. Обычные кузова шли. Почему это вы делаете? То есть это же, в принципе, любая инсталляция, это на одну выставку и все, собственно говоря. Это же деньги, затраты. Но, тем не менее, это привлекает, прежде всего, людей к именно вашему стенду. Потому что, ну, когда помещаешь ту или иную вещь в эпоху ей соответствующую, когда есть антураж вокруг соответствующей, я не знаю, она может быть, ну, как тот бриллиант, который правильно огранен, и он, естественно, ты смотришь, и он вызывает восхищение, вот эти вот грани. Это красиво. Да, совершенно верно. Вы уже ответили сами на свой вопрос, фактически. Действительно, ну, во-первых, как у нас говорят классики, все родом из детства. И мы в нашей мастерской любим именно отечественные машины, хотя мы занимаемся импортными автомобилями тоже старыми, но любим все-таки то, что мы видели в детстве, то, что мы щупали руками, то, что мы когда-то недостижимо желали купить, когда станем совсем большими. Мы росли, машины старели, и сейчас вот этим вот старым автомобилем, ретроавтомобилем, мы действительно уделяем частичку своей души. И то, что видели, я надеюсь, наши зрители на старых выставках Ильи Сорокина. Предыдущих? Да, предыдущих. Старые – это не ругательное слово в нашем кругу. Чем старее выставка, тем лучше. Тем более 14-летняя выставка. Уже 14-летняя, фактически. Не, ну мы же два раза. Тем более. И действительно, мы уделяем этим машинам очень много внимания и хотим их выставить в том ключе, в котором они засияют, заискрят, и возбудят у людей какие-то чувства добрые. Может быть, кто-то вернется на секунду в детстве и вспомнит, как он на этом старом москвиче, вот у нас была, вы помните, наверное, нашу инсталляцию. Я напомню, все-таки в красках. Это потому, что, может быть, не все так сразу вспомнят. Может быть, кто-то не видел. Это жаль, если кто-то не видел. Действительно. Вот представьте себе настоящий гараж. Даже не знаю, где такой гараж мог стоять. А где вы его взяли? А мы его купили, нашли в центре Москвы. Старые, сносимые гаражи. Ну, вот в старой Москве. То есть, уже в новостройках, в черемушках, в медведках уже не такие гаражи. Таких не было, да? Нет, нет. Это вот... Кирпичный, железный. Нет, нет. Это деревянный, обитый железом. И крыша, и сам гараж. Покореженный уже слегка, такой ржавый, с росписями не граффити, а современные, а такие детские, такие там какие-то роспися. Тогда было, да. Да, что-то там какое-то нарисован, да, выцарапан. Внутри дерево, которое пахло по-настоящему, как должно пахнуть в таком гараже дерево, сделано все до мельчайших подробностей. Настолько детально. Там же внутри что-то тоже полочки какие-то. Да, полочки там всякие. Ванночки со масками, какие-то старые колеса. То есть, вот ребята просто взяли гараж, взяли, подняли и принесли. И поставили его в центр выставки. Вот так вот, плюх вот в центр выставочного зала среди всего этого гламура. И это было настолько по-нашему. Это было настолько сильно. Я любовался. Мне жаль было. Всегда жаль разбирать выставку, когда экспонаты разъезжаются. Все, цирк уехал. Вот этого мне было особенно жаль. И я, конечно, на месте любого музея, которых у нас сейчас появилось некоторое количество, я бы подобные экспонаты приобретал для музеев. Экспонаты, я имею в виду сам вот этот вот гараж. Антураж тоже. Да, именно антураж. Потому, что москвич очень смотрелся в нем логично. Но не суть, что бы торчало из этого гаража. Это москвич или запорожец. Но главное, что чувствуется... Дух передан. Я представляю того девушку, который в этом гараже должен обязательно на каком-то пенечке сидеть и что-то выстукивать. Промывать кармюратор или еще что-то. Мы, честно говоря, с Петром на эту тему никогда не говорили. Потому, что возникла... Как вот эта идея вообще возникла? И как вы не побоялись? Потому, что когда я узнал, я-то человек с пониманием. Я когда узнал, что это будет, я говорю, здорово. Я сразу так сказал. Но как вообще? Как могло такое прийти в голову? Ну, идея пришла в голову нашему генеральному директору Евгению Магакову. Он человек очень творческий. В общем-то, я так понимаю, чем было это новейно. Креативно, как сейчас принято. Да. Ну, все-таки это заимственное слово, поэтому я предпочитаю русские слова. Он, видимо, когда просматривал фотографии самого автомобиля, который торчал чуть-чуть высунутый из гаража, и часть которого была вот та часть автомобиля, которая из гаража высовывалась так носиком, она по диагонали была уже как бы восстановленная. А все, что было в гараже, скрыто. Это был москвич кабриолет в том виде, в котором он дошел до наших дней, простояв энное количество лет просто на улице. У него абсолютно утрачен салон, у него очень уставший, скажем так, кузов. Эта машина сейчас у нас, тем не менее, восстанавливается, и практически по кузову она сделана процентов на 80. Она уже готова к опайке, и уже опайка местами проведена. Я надеюсь, что еще через год эта машина засияет во всей своей красе. Так вот, когда мы разбирали эту машину, мы открыли капот и увидели, что из свечного отверстия торчит травинка. То есть, и показывали это некоторым людям, которые очень сильно интересовались автомобилем на выставке. То есть, видя вот этот автомобиль, все остальное, как бы так Евгению, наверное, пришло в голову само. То есть, там земля набилась, что ли? Да, там все время. Простите, я перебью наш звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Макар, город Москва. Очень приятно. Подскажите, пожалуйста, а вот я слышал публикацию в интернете, точнее смотрел. Там около полтора года назад сказали, что нашли Мерседес Евы Браун. Вот хотелось бы уточнить, что с ним, как с ним, и действительно ли это правда. Он в разорванном состоянии там был, только передняя часть сохранилась. Спасибо. Знаете, что не Хорьхту Геринга, что не Чайкова, то Гагарина, что не Виллис, то Жукова. Я весьма скептически отношусь к подобным вещам. Тем более, что эта машина, я слышал тоже об этом, она была найдена не в России, и сложно нам отсюда что-то сказать на эту тему. Если, конечно, это было бы и будет документально подтверждено, то это действительно интересный экспонент. Хотя, знаете, превозносить, вот мы поговорили о ветеранах, превозносить, наверное, фетишизировать артефакты Третьего Рейха, наверное, надо весьма умеренно. Потому что, ну, кто она такая? Ну, собственно говоря, да. Собственно, я убрал. Да, и потом люди у нас часто не понимают, вот, кстати, говоря о той истории, когда Геббельса, Мерседес 500 и там еще что-то. Проблема была в том, что в рейс-канцелярии, в гараже рейс-канцелярии содержались автомобили, которые была очень жесткая дисциплина, которые были закреплены за Гитлером, за партийными бонзами, которые были. И там четкая была градация и иметь собственные автомобили, ну, разве что Геринг себе позволял какие-то вещи. А так, по большому счету, там такого не было. Там была очень жесткая дисциплина. И доказать, кто ездил на этой машине, практически нереально. Да, понятно, у Гитлера был 700-й компрессорный Мерседес открытый, со специальной подножкой, где он мог стоять и выступать во время парада. Но эта машина, по-моему, стоит в Германии, или я не помню, где она сейчас находится. То есть, в общем-то, да, это была за ним закрепленная машина. А у нас в Гоне тоже, насколько мне известно, был определенный парк автомобилей. И водитель, шофер не знал утром, кого он сегодня повезет, на какой машине повезет, естественно, куда повезет и каким маршрутом повезет. На этом вся безопасность строилась. И вот как раз мы можем, хороший мостик к одному из интересных экспонатов, которые будут на выставке, вот во времена уже следующего руководителя страны. Мы остановимся, вот мы поговорим об этом здесь, чуть позднее у нас еще звонок, Илья. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да-да, я слушаю вас. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые гости. Евгений, Москва. Очень приятно. Александр, у меня вопрос такой совмещенный с вашим автоканалом, но в большей степени, наверное, к Илье он относится. Подскажите, пожалуйста, Илья, вот на ваших, бывая на ваших галереях, замечаешь некоторый налет такой пластмассовости на экспонатах, в связи с этим такой вопрос, нельзя ли привести тематическую выставку, допустим, «Дорога жизни» из Санкт-Петербурга, вот на «Автоплюсе» было недавно, ну не недавно, а давно, целая серия, так сказать, фильмов и репортажей про эту тему, непосредственно боевые, так сказать, машины, которые участвовали в этой ледовой переправе. Маловато у вас вот на галерее таких непосредственных живых экземпляров, вот как планируется что-то, допустим, там, или машины Победы, или, я не знаю, машины там, как сказать, обороны Москвы, спасибо, если, может, я неправильно сказал. Спасибо большое, ну, в принципе, я думаю, суть вопроса понятна. Суть вопроса понятна. Вопрос непростой, потому что, насколько я понял слушателя, его, и это я с уважением отношусь к такому мнению, что его раздражает, когда автомобили сделаны так же или, может быть, чуть лучше, чем они сходили с конвейера, да. Ну, уважаемый мной Женя Шаманский грешит такими вещами, потому что, конечно, газ А, например, сверкает, искрится, да, или, там, ну, грузовики, которые он, трактора, которые он восстанавливает, они, конечно, сделаны, вот, действительно, налет класс массовости. Ну, как Таллинг, на прошлой выставке был, да? Да, это, конечно, ну, Женя перфекционист, и он все делает так, и кузова восстанавливается с такими зазорами, которых не было, когда эти машины сходили с конвейера. Это такой подход, и ругать его за это было бы, знаете, как говорится, кто может, пусть сделает лучше, да? Но я понимаю, слушателя, действительно, автомобиль, который дышит историей, это другого рода экспонат. Но Шаманский ведь восстанавливает автомобили из ничего, из хлама. А если, когда ему достается автомобиль сохранный, боже упаси, он не тронет его, он его законсервирует в том виде, в котором он был, в котором он к нему попал. Поэтому, когда мы говорим о том, что, да, на выставке есть много глянца, есть много автомобилей, которые лучше, чем они были, когда сходили с конвейера, хотя я хочу подчеркнуть, вот это лучшее, оно ни в коем случае не касается каких-то переделок, усовершенствований, внедрения каких-то более современных комплектующих. Нет, речь идет только об особой тщательности реставрации, восстановлении автомобиля, правильнее сказать, которые не было, когда эти автомобили делали. Потому что технологии все-таки продвинулись, наше понимание усовершенствовалось. И много очень от покраски зависит, какой краской и как, и насколько правильно красится автомобиль, какое он производит первое впечатление, насколько он пластмассовый или нет. Нет, ну, с другой стороны, что значит пластмассовый, это автомобиль все равно изначально очень хорошо сделанный. Да, может быть, он покрашен в тот цвет и так покрашен, как никто бы не стал красить там ГАЗ-2 тот же. Потому что это грузовик прежде всего был. Да, он сейчас блестит. Но, с другой стороны, эта машина уже перешла в разряд, наверное, чего-то, ну, не то что раритетов, она и так является раритетной, наверное, в разряд каких-то уникальных вещей. Ведь мы же следим за, я не знаю, там, какими-то вещами, которые реставрируются. Да, естественно, они как-то делаются лучше, еще что-то. Я как раз хочу сказать, что давайте различать те автомобили, которые на выставке пластмассовые, давайте к ним относиться как к погибшим и возрожденным. Их бы просто не было никаких. Кстати, старание иметь людей, которые их восстанавливали. Это большой труп. Конечно. Это первый момент. И я вас уверяю, что те люди, которые выставляют вот такие автомобили, еще раз повторюсь, если им автомобиль с охранной попался, да они никогда его не будут вот так улучшать, и не будут вот до такого состояния давать. Это первый момент. Второй момент. Что касается автомобилей, потрепанных жизнью, побитых и так далее. А правильно ли, тут есть тоже такой нюанс, а правильно ли их в таком виде показывать? Потому что побитость, побитость и рознь. Я, конечно, знаю человека, англичанина, который восстанавливал Виллис Десерт Патрол, он его окрасил, и потом под руководством дедушки-ветерана гонял по колючим кустам, по песку, ставил его на неделю под дождь и под прибой, под морскую волну, чтобы он просолился, чтобы он прожарился солнцем, чтобы он нацарапался и выглядел так, как фронтовой Виллис, патруль пустыни. Да, это, конечно, здорово, но ведь у нас чаще всего речь идет о том, что по бедности, по скудности бюджетов у нас не могут восстановить автомобили. И они потрепаны и побиты не потому, что они такие после войны были, а их уже жизнь-то потрепала уже 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, вот эти вот 5 десятилетий их потрепало. И вот эту побитость правильно ли сохранять? Потому что иначе мы уйдем уже в другую область, которую я могу тоже очень поспорить, это автомобили-памятники. Это наша, в общем-то, боль на самом деле. Потому что когда в 70-е годы пионеры салютовали, в почетном карауле стояли, цветы возлагали и ставили автомобили как памятники, если это танк или трактор, ну, может быть, он дожил до наших дней. Если это полуторка, то то, что от нее осталось, мы можем видеть по печальным совершенно фотографиям. Поэтому не всегда хорошо, когда автомобили хранятся под открытым небом, мучаются еще 50 лет уже после победы, а потом мы на них будем ностальгировать. Это гораздо хуже. Не совсем тоже правильно. Поэтому, вы знаете, мы стараемся не впадать ни в одну, ни в другую крайность. И, конечно, самое главное, что я хочу на эту тему, чем я хотел бы закончить ответ зрителю, на нашей выставке можно видеть этапы реставрации. Скажем, тот же Шаманский выставит сейчас совершенно ржавый вида непотребного, я бы сказал, автобус ЗИС-155, который вот этой своей ржавостью должен трогать сердца, потому что это погибший, вымерший динозавр. Его бы не было. Из него бы сделали сарай, из него бы ничего не было. Его бы сдали на металлолом. Вот он будет стоять так же, как стоял, когда-то стоял газик 415, который превратился в пластмассовый. Но вы вспомните, а что это было? Это было решето, это были дрова. Шаманский не взялся бы за его реставрацию, если бы он не поставил его, как он сам говорит, сдуру на выставке и не заявил, что в следующий раз он будет на это сделать. Он положил на него столько, что грех его попрекать слишком глянцевым видом. В конце концов, пройдет 10-15 лет, он помутнеет, потускнеет. Ничего страшного, дождемся. А второй этап, это когда автомобиль выставляется в металле. И третий этап, когда он выставляется уже полностью сделанным. И вот от выставки к выставке это наблюдать. В динамике всегда интересно смотреть, как и что будет развиваться. Это развитие прежде всего. Посмотрим этот автобус. У Жени сейчас готовится несколько интересных автомобилей, которые мы раньше видели в процессе. Вот тот же самый «Москвич Буратино», о котором говорили, 400-422. Посмотрим этот автобус. Через год примерно Евгений планирует начать его реставрацию. И от выставки к выставке он будет лучше, лучше и лучше. И в конце концов будет сверкать. И что вы скажете, пластмассовый? Ну, знаете. Спасибо, Илья. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот после войны были автомобили «ГАЗ» и «ЗИС», которые ездили на «Чурках». Газогенераторная машина. Да-да-да, «Чурки» и «Березовые» были. Я на них тоже ездил. Но после их я не встречал. Вот вопросик такой. Слабо вам восстановить такой автомобиль и показать? Спасибо за вопрос. Я думаю, не слабо. Удивительно, что даже мотоциклы были газогенераторные. Базели за собой «Чурки» вот эти. Ну, я не знаю, Петр, может быть, ответит, есть ли у них в планах, у мастерской «Колеса Истории», есть ли в планах восстановление газогена. А я потом отвечу за других участников выставки. Безусловно, если нам попадется такой интересный автомобиль, мы с интересом будем его пытаться восстановить. Даже более того, буквально три месяца назад мне попалась техническая информация по этим газогенераторным автомобилям. Всплыли книги, которые изданы совершенно каким-то комическим просто тиражом, буквально 10 тысяч экземпляров. И вот я читал летом эту инструкцию по эксплуатации ГАЗ-42. Да, то есть интересный, безусловно, автомобиль для реставратора. И любой человек, которому придется участвовать в восстановлении этого автомобиля, ему будет потом что вспомнить. Ну, в общем-то, да. Потому что их, во-первых, не так много было. И сам процесс уникален. Я помню, мы в архиве когда брали, вот у Андрея, кстати, тоже есть, и я когда собирал для себя, для архива, когда стоит эта машина, и деревянные течурки кидаются назад, это очень интересно. Я теперь вам. Ну, что ж. Знаете, вопросы сегодня все очень-очень хорошие. Потому что на каждый вопрос можно очень хорошо ответить. Знаете, я, к сожалению, не возьму на себя смелость, не будучи уполномоченным заявить, кто именно и что именно готовит на эту тему. Но я хочу уверить, что если не на следующей, не на пятнадцатой выставке, то на шестнадцатой точно одна из мастерских порадует газогенераторным автомобилем публику. А зная подход этих ребят и к реставрации, и к правильному показу техники, я могу сказать, что этот автомобиль будет, естественно, на ходу, естественно, будет работать газогенераторная установка, и ребята не остановятся перед тем, что будут заводить его, я не знаю, как это сказать, разводить, как самовар. Судя по всему, как иначе, что он не работал, запускай. Я видел фотографию с подписью, такой где-то в старом, может быть, за рулем, мне понравилось слово «шуруют», водитель газогенераторного автомобиля шурует в топке. Вот будут ребята шуровать на выставке, будет идти черный дым, будут прибегать администрация, пожарные, будут с криками их, так сказать, глушить, и они опять будут, это как было с трактором «Сталинец», потому что, когда посетители выставки в количестве, там, не знаю, ну, может быть, одновременно в зале там тысяча человек, да, скандируют просто там «давай-давай», и стоят плотным кольцом вокруг этого «Сталинца», да, так же, как будто вокруг газогенераторного стоять, да, когда он, да, заводится и дымит, и это аплодисменты, это такой бальзам на душу реставраторов, что, конечно, они никогда, ни под какой угрозой, никаких штрафов не откажутся от удовольствия завести этот чертов трактор, поэтому дождемся, 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 вопрос очень правильный, вопрос был поставлен так, слабо или не слабо, нет, не слабо, не слабо. Спасибо, Илья, у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Вадим из Питера. Очень приятно. Вопрос такой, для Ильи, вот под Оржевом есть такая информация, на меня вышли люди, значит, и там в одном месте немцами брошены два танка. Судя по 42-му году, это могут быть либо треха, Т-3, либо Т-4. Вот я думаю, что в этом-то году уже мы не успеем, так сказать, проверить эту информацию, но, тем не менее, на будущий год обязательно собираемся, так сказать, попробовать что-нибудь сделать, чтобы достать эту технику. А вот с такой техникой приходилось иметь дело или нет? Олег. Да, спасибо. Мне, как организатору выставки с гусеничной техникой, с танками, ну, не тяжелыми, но Т-3 это средний танк. А нет, Т-3, панцер-крафтваген-3 и панцер-крафтваген-4, это фактически предсечи пантеры, то, с чем они пришли в 41-м году. Танки у нас на выставке стояли, правда, это были наши танки. Т-60, по-моему, был? Да, вот бензиновые. Бензиновые. И самолеты стояли, стоял мессер Шмидт. С инсталляцией так, да? Да. Соответственно, все это по-честному, в полный размер, ни реплики никакие, настоящие танки, настоящие самолеты. И что я могу сказать позвонившему зрителю, если, ну, я желаю вам удачи в поисках и в подъеме этой техники, да? И если у вас все сложится, дай бог, хорошо, и вы начнете эту технику реставрировать или будете заинтересованы, может быть, в каких-то партнерах, которые вам помогут, реставрационной базой или инвесторах каких-то, будете заинтересованы, на любом этапе обращайтесь, и вы можете быть участниками выставки, так же, как десятки других поисковиков и реставрационных компаний на любом этапе, начиная от фотографий того, что вы достанете, и заканчивая уже, может быть, какими-то элементами, может быть, уже вы сделаете целиком на выставку, выставочный зал, заедете на нем, вы знаете, с удовольствием я готов к любому сотрудничеству, и единственное, я хотел бы четко сказать, что я организатор выставки, я в поисковых работах участвую только как зритель, болельщик, сочувствующий, не более того, а как организатор выставки, пожалуйста, весь зал в вашем распоряжении, заранее только заявляйтесь, и мы будем под вас планировать место, да, с удовольствием, это будет интересно всем. – Добрый вечер, вы в эфире. – Здравствуйте. – Добрый вечер. – Алло, здравствуйте, Константин Москва. – Очень приятно. – Вопрос к Илье, я, к сожалению, не с начала вашей передачи смотрю, может быть, такой вопрос уже был, насчет судьбы журнала «Игрушки для больших». – Ну, на этот вопрос у меня уже более года есть ответ, журнал теперь возрожден, то есть после 32 номеров, которые все помнят и которые издавал я, был издателем и главным редактором, журнал возрожден, уже около года журнал принадлежит моим товарищам, очень хорошим, надежным, серьезным издателем, компания «Европроект», кроме этого издающего еще журнал «Кузов», и на выставке будет уже второй номер нового журнала, новых «Игрушек для больших». Они не совсем такие, как были у меня, они совсем не такие, но, тем не менее, основной стержень остался, журнал очень необычно сделан, необычно сверстан, он двухсторонний, с одной стороны идет ретро, так скажем, а с другой стороны идет такие, не знаю, как правильно сказать, суперкары и тюнинг, кастом, вот такое направление. Очень интересно, на прошлой выставке был пилотный номер презентован, на этой выставке первый номер, уже тот, на который можно подписаться, который пойдет в продажу. Ну, а уже сравнивать тот журнал, который я издавал еще, начиная с самого-самого хвостика конца прошлого века, да, там с 99-го до 2000-го года, да, сравнивать его с изданием 2009-го года уже вот читателем, потому что, конечно, по полиграфическому качеству он стал гораздо интереснее, а по содержанию тогда было совсем другое время, сейчас каждые выходные какое-то мероприятие или выставка, или ралли, да, и сейчас журнал может быть, конечно, более красочным, чем тот журнал, который когда-то начинал издавать я, потому что мы, конечно, больше базировались на каких-то архивных воспоминаниях, на какой-то мемористике, на фотографиях больше черно-белых, и если показывали какие-то мероприятия, то в основном зарубежные. Напомню, что когда я издавал журнал, еще не было выставки, поэтому журнал плавно перетек в выставку, таким образом для других журналов и для последователей, добавив еще одно мероприятие, о котором можно красочно писать. И рассказывать. Кстати, касаясь военной техники, ведь будут грузовиков, во-первых, ну, прорусовал, наверное, стоит сказать, бронеавтомобиль, если уж такая зашла тема, раз пошла такая пьянка, И еще надо успеть не забыть все-таки про хрущевский ЗИС. Да, это, кстати, уникальная вещь. Ну, это можно на сладкое оставить. Ну, у нас, да, остается 15 минут, я думаю, мы успеем. Руссобалт – это интересно. Руссобалт – это бронеавтомобиль на шасси Руссобалт. Это автомобиль несохранившийся. У нас, вообще, насколько мне известно, в России сохранилось два Руссобалта. Один всем известен в политехе находится, второй находится тоже в России, ну, в отделившейся ее части в Риге. В Рижском музее. Да. То есть, автомобиль из России никуда не уезжал, просто Россия из-под него немножко, так сказать, уехала. 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 Соответственно, там не совсем оригинальный автомобиль. То есть, это настоящий шасси. Да, пожарный вариант, который делался по фотографиям. Редко какие-то там чертежи удалось найти, в основном по фотографиям. Значит, тот автомобиль, который будет стоять на выставке, бронеавтомобиль, он, конечно, очень интересен, он очень антуражен, он сделан очень прогрессивно. То есть, броня под углом, маленькая площадь дна, что при наезде на мину с большей вероятностью сохранит жизнь экипажу. У него очень интересное вооружение. Такие броневики выпускались в пушечном и с пулеметным вооружением. Вот та модификация, которая будет стоять и у нас на выставке, она под два пулемета, причем один стоит впереди стационарно, а второй может переноситься или на корму, или на правый борт, или на левый. Пулеметы «Максим». Пулеметы будут из бойниц торчать. Броневик будет, если надо, заводиться. Можно будет подойти и потрогать, погладить его по броне. Но, к сожалению, как я уже сказал, сохранившихся автомобилей только два «Русобалта». И, к сожалению, бронеавтомобиль – это реплика. Это автомобиль, сделанный тщательно, сделанный скрупулезно, сделанный по найденным чертежам, без каких-либо отступлений от чертежей. Но все-таки это автомобиль больше для исторических реконструкций, для кино. То есть, это не музейный экземпляр, это экземпляр ездовой, это экземпляр, который участвует в каких-то ретроспективных показах, где рядом может и шумиха какая-то взорваться, и ничего ему от этого не будет, а только все порадуются. Ну, в общем-то, да, это самое главное. Ну, и действительно, про вот этот «ЗИС» это имеет смысл. Фактически мы ждали 50 минут, 10 минут где-то, когда прошло после начала программы. Мы начали о нем говорить, но потом начались звонки. Действительно, это ведь единственная машина, насколько я понимаю, вообще. Давайте расскажите телезрителям вообще, что это за автомобиль? Ну, это автомобиль очень парадоксальный, необычный, как и необычный, парадоксален был человек, по заказу которого он был разработан. Это автомобиль, который Никита Сергеевич Кручев, любивший кабриолеты, любивший ездить в кабриолетах. Видимо, поля так кукурузные осматривать было очень удобно, да? Вылезает, так просто посмотрел, хорошо растет. Наверное, наверное. Так вот, надо было совместить кабриолет и внедорожник. Это полноприводный фаэтон, само по себе очень забавное сочетание. Этот автомобиль не планировалось выпускать серийно, массово. Этот автомобиль был выпущен в количестве 2 экземпляра, и на выставке будет показываться автомобиль с номером шасси номер 1. Соответственно, в отличие от автомобиля, якобы принадлежавшего не к ночи, будь помянутой, Еве Браун, этот автомобиль реально принадлежал Кручеву, что зафиксировано в десятках фотографий, кинохроники. И, соответственно, автомобиль восстановлен по всем правилам. Его будет выставлять Вячеслав Лен, известный, даже не побоюсь этого слова, знаменитый реставратор, который как раз-таки известен и знаменит своим правильным подходом к установлению автомобиля. Поэтому подойти и посмотреть на этого красавца, на ЗИС-110П, полноприводный фаэтон, можно будет каждому. Хотя, в отличие от Руссобалта, рядом с которым будут ходить униформисты в форме на Первую мировую войну, и будут там боевые знамена представлены, оружие и какой-то антураж. Инсталляция определенная будет. Инсталляция, да. В данном случае не будет, просто я предвижу уже вопрос, любят люди наши посетители, дорогие, фотографироваться, когда стоял на стенде музея задорожного ЗИС, и там сидел товарищ Сталин, да, то многие рядом с ним фотографировались. Нет, с Хрущевым все серьезно. Да, никакого манекена, муляжа не будет, то есть будет только автомобиль, но, значит, каждый, взяв с собой соломенную шляпу и встав рядом с этим автомобилем, сможет почувствовать себя Хрущевым, и рядом не будет истукана, так сказать, конкурента. Это тоже хорошо. Уже плюс огромный. У нас звонок еще один. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Это Александр из Москвы. Очень приятно. Вот, скажите, пожалуйста, вот у меня у тести москвич старенький, 403-й. Он уже, тести там старый, он не ездит, хочет его продать. Не можете вы посодействовать в этом? Тут есть человек, который этим профессионально занимается. Вы знаете, наверное, мы сделаем так. Вы сейчас вас выведут за эфир, вы оставьте свой номер телефона, и как вас зовут. С вами свяжутся, и все это решат. Я думаю, так будет проще, и так будет правильно. Спасибо за звонок, тем не менее. Петр мне сказал, что получилось, что вроде бы колеса истории занимаются продажей и покупкой. Нет, колеса истории занимаются спасением таких автомобилей. Я бы так сказал. Безусловно, мы, к сожалению, не занимаемся покупкой и продажей автомобилей. То есть, мы занимаемся реставрацией, поэтому здесь мне сложно помочь как-то с этим автомобилем в плане его реализации. Но, по крайней мере, мы будем знать, что такой автомобиль есть. Петр, на самом деле, как много нам открытий чудных готовит просвещение духов. Вы посмотрите, может быть, это редкая модификация или там номер кузова какой-то, от которого вы придете в Дни Писунья в Востоке. Ну, если да, это будет что-то в городе, это вот это стоит. Поэтому, конечно, это может быть. Дорого стоит. Случайные люди в эфиры Автоплюсы не звонят. Безусловно. На самом деле, я хочу сказать, обращаясь ко всем владельцам автомобилей, которые мечтают поменять хозяина, что выставка очень удачный повод и возможность это сделать. У нас на выставке есть, во-первых, ретро-базар, куда каждый владелец может загнать автомобили. Четыре дня он будет стоять на выставке. Вокруг автомобиля пройдут, ну, действительно, тысячи и тысячи заинтересованных людей. Порядка 40 тысяч, я смотрел по статистике. Да, да, не будем, как бы, сейчас все-таки выставка осенняя, она чуть обычно менее посещаемая, чем весна. Но я думаю, что тысяч на 30 мы можем рассчитывать. Вот представьте, 30 тысяч заинтересованных людей в теме, находящихся, понимающих, пройдет мимо автомобиля. Вероятность продажи достаточно высока. А, собственно говоря, возможность такая еще сохраняется. Если есть сайт, смотрите, и мы будем рады, если еще после эфира кто-то... Больше того, могут прийти на выставку и там поговорить, с кем надо, потому что... Да, можно прийти с фотографиями, с альбомом, походить по выставке, потому что почти на каждом стенде вы найдете заинтересованных людей. И, собственно говоря, наверное, к нашей общей радости автомобиль найдет нового владельца. И новую жизнь таким образом. И не погибнет. Но это самое главное, потому что вот сохранение истории. Ведь по большому счету, ну, на мой взгляд, любой реставратор, коллекционер, который бережно относится к подобной технике, особенно если речь идет о каких-то экземплярах, которые, ну, охранились в единственных экземплярах. Тотология получилась как-то в единственном числе. Так будет правильнее. Вот. Он, ну, некий подвиг совершает, потому что он сохраняет это для потомков. А это очень важно, поскольку без прошлого нет настоящего, и тем более нет будущего. Вот. Это самое важное. И у нас буквально пять минут остается. Может быть, еще несколько слов о велосипедной части. Я так слышал, что будут представлены там вот тоже будет очень интересная экспозиция. Андрей Зметиев, главный велосипедный историк страны, выставит интересную коллекцию спортивных велосипедов. Это новая такая, новая коллекция. Он не показывал ее раньше. На прошлых выставках он показывал более такие военные велосипеды, складные, там велосипед электростанции. Ну, кто был на выставке, те видели. Сейчас будут спортивные велосипеды с обтекаемыми капсулами. Ну, много интересного. Я не хочу это предвосхищать все-таки впечатления, которые люди должны, посетители, увидеть, когда придут в выставочный зал. Вообще, тема спорта у нас будет представлена еще помимо велосипедов и формульным болидом. Альна Просто. Да, это тоже. Да, это интересный автомобиль. Последние команды Просто, которая, к сожалению, не смогла звездный путь своего создателя повторить и в 2000 году распалась. Автомобиль, который будет у нас, болид, который будет у нас выставлен, это болид команды Просто, выступавшей в предпоследнем сезоне. Теперь это уже раритет, музейная ценность. По большому счету, да. Да. Но мне кажется, что мы уже в достаточной степени заинтриговали зрителей. Все как-то естественно. Мы что-то спрячем. Надо уже сказать, где и когда все это можно будет увидеть. Да, это в Крокусе с четверга по воскресенье на этой неделе. С 17 по 20. Кстати, студия выйдет туда. Мы будем работать, разговаривать с людьми, которые будут находиться на выставке. И, соответственно, мы не заканчиваем этим эфиром разговор именно о самой галерее. Мы не заканчиваем разговор о старинных автомобилях, потому что это действительно всегда интересно, это ново, пусть даже они и позапрошлого века представляют собой уникальность хотя бы тем, что там остался один экземпляр, два, десять, может быть, существует в мире. Но, тем не менее, это история, без которой нельзя жить. И это просто, на самом деле, это действительно просто красиво. Потому что любой автомобиль начала прошлого века, особенно на это произведение искусства. И самое главное, что посетители выставки, я призываю посетителей выставки, гордиться своей сопричастностью. Потому что чем больше придет посетителей, чем больше будет вот это движение, насколько оно будет массовым, тем больше будет куража и настроение у реставраторов, тем больше они смогут сделать нового, интересного, необычного, что-то раскопать или воссоздать. И тем больше нового мы увидим на следующих выставках. Поэтому я призываю всех зрителей на выставку обязательно сходить. Вы не пожалеете. Та коллекция автомобилей, если выставку рассматривать как коллекцию, та коллекция автомобилей, которая соберется на эти четыре дня, помните, что это не музей. И больше в таком составе, в таком звездном составе эти автомобили вместе не соберутся. Они из разных стран приезжают, они разным людям принадлежат, они разъедутся, и все, только четыре дня можно будет увидеть такое замечательное созвездие. Кстати, будут же еще и из Риги, я так понимаю. К сожалению, это тема отдельная. Это наша таможня, это наши проблемы. Они будут весной. Они не успели оформить документы, но они будут весной обязательно. Это самое главное. Есть, будет, что ждать к следующей выставке. Ясно. Илья, спасибо большое, что пришли на эфир. Более того, мы с четверга будем видеться практически все время. Я думаю, это будет интересно. Огромное спасибо. Спасибо и вам, наши уважаемые телезрители. С вами был Александр Гусаров, программа «Попутчик». Илья Сорокин и Петр Шляхин. Всего вам доброго. Смотрите телеканал «Автоплюс», и действительно, вы узнаете много нового. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok